Книга «Открытым оком», тема «Священство», вопрос 2067. «Почему все епископы ныне только неженаты, а у католиков даже и священники не имеют права жениться?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Только потому, что отступили от Слова Божия. Другого ответа тут и нет». «Женатые знают жизнь исповедуемых несравненно лучше, чем лишенные семьи и простых семейных радостей» 1 Каинфянам 9.5. «Или не имеем власти иметь спутницу и сестру жену, как и прочие апостолы и братья Господни Екифа». Житие святого Епифания, память 12 мая. С того времени святитель Христов Епифаний поставлял водиаконы и пресвитеры только благочестивых иноков и беспорочных вдовцов, отнюдь не допуская женатых. «Сыном грома за ревность свою нареченный, о преславный апостол Христов Иоанн, Ты, возвышенной речью своей вдохновенной, непрестанно любви поучал христиан. Ты, опасность во имя любви презирая, в час предания Христа от Него не бежал. Девы Матери чистой, печаль разделяя, при Господнем кресте неотступно стоял. И Его пресносущное Божие Слово Серафимской любовью Ты возлюбил. Да подножие Божье, престола святого, как орел Ты на крыльях любви воспарил». За свою чистоту был достоин Ты зрения, недоведомых тайн божества и чудес. Аннца, город святой, гор неизрел в откровении, Приукрашен, велик, снисходящий с небес. Ныне в нем неразлучно с Христом пребывая, Помолись днесь о тех, о, святой богослов, Кто к тебе прибегает, тебя величая, Тайновидец преславный, наперстник Христов. Пред Твоей иконой, склоняя колено, Простираем мы грешные руки к Тебе, Не отквергни же нас, и о, ай, несмиренных, Но вонми всеусердной Ты нашей мольбе. Озари мрак души нашей темной и грешной, Той любовью, что в сердце светилась Твоем. Будь прибежищем нашим средь жизни мятежной И к небесному вечному царству вождем. Е. Миллер